Я, Джабраилов Аднан Зандевич, являюсь главным тренером Дорна Кыргызстана по парапауэрлифтингу. Все началось с того, что в свое время, в 1988 году у меня работал тренер Качалов Александр Васильевич. У него был ученик, парень, штангист, повредил спину, ноги отказали. Он говорит, давай, откроем парапауэрлифтинг. Это, говорит, будущее. Выступаем с 1992 года, с Барселоны. И до сегодняшнего дня это будут уже восьмые параолимпийские игры в Токио. И каждый раз мы выступаем, ребята занимают от четвертого до шестого до восьмого места. Очень плотный график, потому что такого никогда не было. У нас максимум 3-4 соревнования в году было. А сейчас будет в этом году только запланировано. Для взрослых 5, для юниоров 7 будет. Хотелось бы рассказать о парапауэрлифтинге. Это люди с ограниченной возможностью. У них опорный двигатель, в основном ноги, да, либо ампутанты, либо левое колено или правое, ну, тазобедренные суставы в основном. Именно верхнее туловище у них должны быть сильными. Получается, 10 лет назад мне было 16 лет. И весил около 65 килограммов. И у меня был результат очень слабый. Где-то 40 килограммов на 2 повторения. Вот за эти годы набрал и натренировался. И сейчас у меня личный рекорд 220. Парапауэрлифтинг – он динамичный спорт. Со стороны кажется, что ты поднял вес. Это кажется очень легким. Но на самом деле, получается, мы годами тренируемся для двух минуток выступления. В этом виде спорта бывает очень много трудностей. Например, иногда на тренировках, в которых мы поднимаем большие веса, и у нас случается травма. И с таким моментом я сталкивался в 16-м году перед Рио. После тренировки в бассейне упал, и ладошком у меня там порез получился. И с этим порезом я уступал на Рио. Завязывал эко-пластырем сильно, туго, и через боль я отрадировался. Вот такие моменты бывают. Вот так мы работаем. Вот этот зал мы делаем. Своими средствами сами ремонтируем, делаем зал, потихоньку развиваемся. Считайте на голом энтузиазме. Ребята работают. Спасибо, что слушаются. Я их ругаю, гоняю. Ну, что могу, помогаю. Ну, я думаю, что мы должны опять в первой шестерке пару человек, я думаю, быть. В первой шестерке. Ну, я всегда ниже заказываю. Ну, надо ниже заказать, а лучше выступить, чем пообещать, а потом краснеть. И об этом говорить. Так что будем стараться, будем работать. Я знаю то, что мы есть. Может быть, некоторые люди с ограниченными возможностями не знают то, что мы есть, то, что есть такой вид спорта. Но как-нибудь, если вдруг увидят по телевизору, мы готовы вас принять, тоже вас поддержать, позвать в наш зал, чтобы тренировались вместе. У вас тоже есть шанс поднимать флаг на международных турнирах. Мы с радостью будем с вами работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!